На прошлой неделе Nike и Off-White позвали меня на свое эксклюзивное мероприятие на Fashion Week в Париже. Я абсолютно ничего не знал об этом мероприятии, но, конечно же, согласился, потому что когда тебя зовут на бесплатное мероприятие, грех отказываться. Когда мы пришли к магазину, там стояла огромная очередь из людей, которые хотели попасть внутрь, а на витрине магазина кто-то рисовал граффити. И когда мы попали внутрь, мне подарили новую коллаборацию Nike и Off-White в силуэте Air Force Mid. И это одни из самых неоднозначных кроссовок, которые я видел в своей жизни. Потому что, несмотря на то, что это одна из последних расцветок, над которой работал именно сам лично Virgil Abloh, они сделаны в этом ужасном силуэте Air Force, на котором добавили вот такие вот колючки, которые выглядят нелепо, странно и, ну, как по мне, очень неудобно. И вообще все расцветки, которые выходили именно в этом колючем силуэте, то есть белое, черное и зеленое, я поливал просто максимальной грязью и даже не хотел притрагиваться к этим кроссовкам. Но раз уж такая уникальная пара попала ко мне в руки, сегодня мы раз и навсегда ответим на вопрос. Стоит ли носить шипованный Air Force Off-White или они пригодны только для помойки? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, сегодня соблю аутфит с этими кроссовками, буду ходить в них целый день. Затем передам им свои ощущения от носки и позже мы спросим прохожих, что они думают об этом силуэте. Итак, чтобы полноценно протестировать эти кроссовки, мы сегодня с вами соберем аутфит вместе с ними, выйдем на улицу, я буду вам показывать и рассказывать про свои ощущения в них. А потом мы спросим у проходящих мимо людей, что они думают и попросим оценить их по 10-балльной шкале. Сейчас я вообще первый раз, ну как бы я открывал коробку, я видел как они выглядят внутри, но первый раз я попытаюсь их надеть на себя и вообще понять, как они смотрятся, как сидят и расшнуровать их. Тут они очень плотно зашнурованы, так что мы сейчас их раскроем и примерим и посмотрим, что они вообще из себя стоят. Снурочки здесь классические офф-вайты и то есть белые шнурки с надписью шулейс, так что даже если я не буду носить эти кроссовки, то эти шнурки это уже как минимум я считаю большая победа. Шнурков от офф-вайт много не бывает. Мне очень интересно, как в принципе они чувствуются, потому что как мне кажется, вот эти шипы, они же не просто по бокам, они еще и снизу. И то есть, ну как бы я по-любому их буду чувствовать и интересно они там примнутся или они будут меня поднимать или я не знаю, или они оторвутся вообще в первые 5 секунд. Короче, куча открытий ждет нас за сегодняшний день, так что никуда не переключайтесь. Тут, короче, еще странно, тут внешние шнурки, они не такие, как обычно в файте. Обычно майданки далеко, они такие более синтетические, а здесь они прям такие мягкие-мягкие, то есть это прям шнурок-шнурок. Наверное, надо сделать ленивую завязку, так что сейчас, короче, я сделаю ленивую шнуровку и встретимся уже в зашнурованных красивых кроссовках. Первые шаги по твердой земле очень странно чувствуются, такое ощущение, что я постоянно на что-то наступаю. То есть, как будто у меня либо очень длинные штаны и я по ним иду, либо как будто я по какой-то траве иду. Короче, очень странное ощущение. А еще, мне кажется, если вы посмотрите, у меня почти оторвался уже первый шип и он оторвался спереди. То есть, это я даже на него не наступаю. То есть, те, которые снизу, скорее всего, они оторвутся вообще в секунду. Давайте сделаем ставки. Прямо сейчас в комментариях все напишем, сколько шипов у меня оторвется сегодня за день. Когда мы все закончим, я приду домой, сниму их и посмотрю, сколько шипов осталось. И, честно говоря, мне кажется, учитывая, что в Париже не все дороги ровные, да, не многие из плитки, то, мне кажется, оторвутся почти все. Ну, в общем, ощущение достаточно странное, но я думаю, что я привыкну через полчасика. Так что двигаем, двигаем тестировать кроссы дальше. Извините, вы можете ставить эти шипы из 10? Какие бы вы их дадите из 10? Из 10? Да. Из-за 7. Из-за 7? Да. Вы любите спайки? В общем, я любил все, но из спайки. Все, но из спайки. Из-за 7. Вы их дадите? Спасибо большое. Как вы эти шипы из 10? Как вы их дадите? 10 из 10. Вы любите спайки? Да, они спайки. И ты? Я тоже любил спайки. Они спайки? Что на стороне? Это как граффити от Virgil Abloh. Это новая шипа, исключительно для Париже. И я спросил людям, что они думают о них. Да, они спайки. 10 из 10. Спасибо. Спасибо. Как вы считаете эти шоу из 10? Ваши шоу? Да, из 10. Солид 7. Вы любите эти шоу или нет? Да, я люблю. И ты? Да, я люблю. 8 тоже? 9. 9? Вы любите их много. Извините? Да, я люблю. Спасибо большое, ребята. Как вы считаете эти шоу из 10? Эти? Я дам 7. 7? И ты? 8. Ты можешь сказать что-то. Нет, 8. 8? Вы любите эти шоу или нет? Нет, я не люблю эти шоу. Да, нет? Нет, нет. Это единственный вопрос для меня. Я не люблю эти шоу, но в другом случае это хорошо. Почему эти шоу? Эти шоу из 10? Да, это исключительно для Парижа. Поэтому я спрашиваю людям. Итак, 8 и 7. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Какой вывод можно сделать за сегодня? Во-первых, я прошел в них сегодня в этих кроссовках практически наверное 8 часов. Давайте посмотрим на заломы. Посмотрим насколько они испачкались. Как вы можете видеть, вот здесь уже прям такая потрескавшаяся, помявшая кожа. О, вот тут сильно видно. То есть прям капец. Ну это жесть. Я, учитывая, что я ношу true to size, то есть у меня прям они размер-размер, это по-моему очень приличные заломы. Так что за заломы минус. Что хочу сказать по общему виду. В принципе, честно, я ожидал, что будут выглядеть гораздо хуже. Все эти колючки, все эти неровные подошвы. Я ожидал, что будет прям вообще випец. Но на деле получилось неплохо. То есть, ну вот посмотрите на меня еще раз сейчас. И посмотрите на профессиональную съемку аутфита. И по-моему это выглядит очень неплохо. Ну то есть они такие типа футуристичные, прикольные кроссовочки. Короче, видно, что Virgil имел в виду, когда хотел их сделать. Возможно, если бы он не умер, он бы сделал еще парочку модификаций, выглядели бы они в сто раз круче. Но, в принципе, конкретно вот эта версия с граффити, с белым тегом, с белыми шнурочками, выглядит не так уж и плохо, как казалось на первый взгляд. Теперь, что же можно сказать про, в принципе, их внешний вид в плане, когда вы выходите на улицу. Во-первых, ну все на них смотрят. То есть они прям ловят взгляды. Если вам нужны кроссовки, которые будут ловить взгляды людей, чтобы прям на вас смотрели и обращали внимание, это ваш выбор 100% без вопросов. Что же сказается по оценкам людей? Честно, я не ожидал такого. Я думал, что люди гораздо хуже будут к ним относиться. Я думал, что мы получим кучу двоек, кучу троек. Короче, я не думал, что средняя оценка будет выше пяти. Но средняя оценка получилась достаточно высокая. Все говорили 9, 8, 7. Так что я считаю, что это большой успех. Так что, значит, люди смотрят не только потому, что они говно. Но люди смотрят еще и потому, что им нравится. Так что очередной плюс. Теперь, пожалуй, наверное, время сделать финальную оценку от меня. Потому что мы послушали финальную оценку людей. Мы послушали, что я могу про них сказать про комфорт. В целом, я бы поставил им 8. Это не кроссовки на каждый день. Такие достаточно странные кроссовки. Можно сказать, выходного дня. Можно сказать, такого дня, когда вам, короче, хочется выделиться из толпы. И вы такие хотите быть особенным. Вот это кроссовки для вас. Так что, если вы ищете такую пару, то, в принципе, это, пожалуй, один из лучших вариантов. Не обязательно даже брать вот эту эксклюзивную граффити-расцветку. Белая, черная, зеленая, черная. Которая полностью лакированная скоро выходит. Короче, вариантов кучу. Поэтому, если вы ищете такие кроссовки, то это вариант для вас. Итак, как вы могли понять, моя финальная оценка этим кроссовкам 8 из 10. И теперь мне интересно узнать ваше мнение. Возьмите сейчас в голову все факты, которые вы узнали за сегодня. Во-первых, как эти кроссовки, в принципе, выглядят внешне. Во-вторых, как они смотрятся на мне. То есть, как они выглядят в утфите. Расцветку, нравится она вам или не нравится. Про комфорт, то, что я вам рассказал. В общем, все факты, которые вы сегодня узнали про эти кроссовки, возьмите в голову и давайте в комментариях все вместе поставим оценку из 10 этим кроссовкам и решим, стоит ли все-таки их добавлять в свой гардероб или им место исключительно на помойке. На этом у меня все. Огромное спасибо вам за просмотр. Если вам понравился такой новый формат обзора кроссовок, то напишите об этом в комментариях, ставьте лайк. Не забывайте подписываться на OnMyFit. Не забывайте покупать кроссовки на сайте onmyfit.ru и больше нигде. Всех обнял, поцеловал и бай-бай.